У тебя всегда кто-то откосывает яблоки? Я же извинилась, это было не нарочно! Вообще-то нарочно! Всем привет! Вы на канале Диафплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Отвергнутую душу, и не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, минимум из пяти слов Для поддержки этого видео, ну и погнали! Мне бы хотелось сделать его более впечатляющим по этому мигу Не могла бы ты взять с собой гитару и спеть на нём? Меня попросили сыграть и спеть перед всем отрядом? Вот так удача! Это что же? Это же то, о чем я мечтала! Ну, то есть, конечно же и другие мечты есть Но это одна из них Конечно-конечно, с удовольствием, я согласна У меня даже есть особая песня, которую почти закончила писать Она как раз про лагерь Да, кстати, там автор мода писал, что я не заметил, как Мику перешла на я Во время записи прошла выпуска У меня бушевала корона Мне было, в принципе, сложно сосредоточиться Соряночь Вот и хорошо, Лена А ты тоже что-то хотела? Думала послать тебя убраться в столовый перед обедом А ты стоишь перед клубом и смотришь в окно Я немного опешила Но разве они не вместе пришли? Лена следила за мной и как давно? Нет, я уже узнала всё, что хотела Тогда не буду мешать Мику Пиши дальше, Лена Жду тебя в столовой Вожатая вышла за ней, Лена Бросившая на меня странный взгляд Вот и что теперь делать? Она видела меня с Семеном вместе И теперь может подумать не то что-то Нужно будет с ней поговорить Думала, смотря им вслед До обеда было решено заняться ничем иным, как поручением вожатой Тем более, что сама собиралась закончить с этим Горн прозвучал довольно скоро И я, закрыв ключ К, блять Клуб на ключ, побежала в столовую Нужно срочно поговорить с Леной Не хочу поссориться и со второй подругой И с Алисой хочу помириться Вот почему мы не можем просто все обсудить Счастью, пионеры еще не успели собраться Поэтому я быстро взяла обед И подсела к Лене Приятного аппетита Вкусный сегодня, как считаешь? Не так вкусно, как неделю назад Когда нам вместо компота давали Рой Буш А что это? Когда я задаю вопросы, на которые не нахожу сам ответа Пожалуйста, пишите тайм-кода А то мне сложно разобраться, к чему жду Ну, тоже прекрасно, правда? Ой, у тебя косточка плавает Лена сжала вилку Причем казалось, будто она вот-вот сомнет ее силой Зачем ты подсела ко мне? Не хочешь подождать Семена? Лен, ты не так все поняла Я его специально привела, чтобы оставить вас наедине Но ты куда-то пропала Потом подумала, что скоро вернешься И попыталась его задержать Честно-честно А выглядела так, будто ты наслаждалась его компанией Я решила умолчать, что петь под гитару Под игру на гитаре мне правда понравилось А потом он все-таки ушел А потом пришли вы с вожатой И Леночка, поверь мне, пожалуйста Я правда хотела только помочь тебе Ты правда хочешь мне помочь? Правда, правда Хорошо Тогда Помоги мне отрезать косы этой твари Славе И тут произошло то, что меня снова ошарашило Глаза Лены словно налились кровью Гримаса на лице и скривилась в жуткую улыбку Будто передо мной не Лена, а ее злой двойник Что? Весь день таскает его за руку Вертится перед ним Думает, что это сработает Ты ведь это несерьезно? Взгляд Лены изменился Конечно же, это шутка Зачем мне так с ней поступать? Они ведь просто Шурика искали, верно? Шурик, а ведь точно Я совсем забыла, что хотела поискать его Хорошо, что сумела помириться с Леной Теперь можно сосредоточиться и на поисках Да Ев, я начала думать, куда же он мог отправиться К счастью, из столовой как раз вышла Славя Ой, Славя, а я как раз хотела тебя спросить Славя удивленно на меня посмотрела Да? О чем? Вы же с Семеном сегодня вместе ходили и искали Шурика по лагерю А куда вы успели заглянуть? А тебе зачем? Понимаешь, я тоже хочу его найти Я дала ему вчера электрогитару на ремонт И хотела узнать, как там дела Но разумеется, не только поэтому В смысле поэтому тоже, но и другие причины есть Я ведь тоже переживаю Он же не чужой человек Ну, хорошо Мы были в библиотеке, в столовой Заходили в медпункт Даже в кружок зашли Вдруг вернулся бы А потом мне нужно было по делам пойти А вдруг он застрял где-нибудь на дереве И не может теперь спуститься Или заблудился в лесу Или на него напали волки Хотя у нас же нет волков А вдруг напали кузнечики От слова кузнечики Меня пробрали мурашки Мику, будь серьезней И не вздумай только идти в лес Особенно пока не обыскали весь лагерь Конечно, конечно Я тогда проверю все кладовые И укромные уголки Но я пойду Славя еще что-то сказала про Ульяну Возле библиотеки Но я уже побежала к складу Он оказался заперт на замок А в щелях ничего не было видно Шурик, ты тут? Ответа не было А вдруг он внутри, но уснул Постучав громче И покричав еще несколько раз Я сдалась и решила пойти в другое место Мог ли Шурик спрятаться на причале? Вряд ли там ничего интересного Но все равно проверю Внутри уже давно никого не было А от слоя пыли пробивающего Через закрытую дверь Хотелось чихать Вот сколько там пыли-то Господи Еще при Ленине что ли Закрыли и не открывали Шурик Если ты тут, ответь Тишина Если отзовешься Я спою тебе любую песню на выбор По-моему, он и так был не в восторге И снова тишина Осмотрев каждую лодку И удостоверившись, что внутрь никто Зайти не мог Решила пойти на сцену Ведь наверняка под ней Еще никто не проверял Но выйдя на площадь Я заметила странный силуэт Возле статуи Генда Тень падала на его лицо И он стоял слишком далеко Но выглядел все равно знакомым Медленным шагом Я направилась к нему Но пионер зашел за статую Подожди Я перешла на бег И Не заметила решетку у себя под ногами Боже, я уж думал Она свалялась в ту решетку за статуей Проснулась от горна Похоже, зовущего на ужин Что случилось? Почему я лежу на скамейке? Ай Голова страшно болела Точно Я же искала Шурика Побежала за тем пионером А потом ударилась головой об Генду Но почему я на лавочке? Кто-то меня сюда отнес Но кто? Может, в столовой кто-нибудь знает Нужно идти туда Кроме того, кушать хочется Нет Похоже, головная боль Не даст мне насладиться ужином Поворачивая в медкабинет Я увидела Семена Определенно спешащего в столовую На меня он не обратил никакого внимания Наверное, не специально Просто был очень голоден Дойдя до двери Я постучалась Не получив ответа Просто зашла внутрь В медкабинете Никого не оказалось И яблоко на столе Моё внимание остановилось На аппетитного вида яблоки Манящих Манящих Лежащих на столе Подумав, что ужином с это не буду Я бы сразу схватила И откусила кусочек Это нормально вообще брать Не свои вещи? Нет А кто здесь? Передо мной показалась девочка Но я её ни разу не видела Не говоря уже о том Чтобы она была одета В короткое красное платье Что она была одета? Оно не для тебя Это был последний шанс Всё исправить А теперь Теперь уже ничто не поможет Не похоже, чтобы она злилась Скорее была чем-то напугана И тут мне бросились в глаза Её уши Кошачьи? Мне мама рассказывала Про Баконека ЕКФ кошек Которые умеют принимать Человеческий облик Может ли быть Что передо мной Одна из них? Ты пришла меня съесть? Что? Не важно Вам ничего уже не поможет Снова Прости Я виновата А вот теперь она уже Перешла на плач Почему ты плачешь? Это было твоё яблоко? Извини Просто я была голодна Но откусила Только чёток Правда-правда Но не потому что Оно мне не понравилось Не подумай А потому что такое большое И просто забылась Но тут же опомнилась Почему у тебя Кошачьи уши? Ты кто? И зачем ты оставила Тут это яблоко? Баконека Отвернулась Задумавшись И сзади Я увидела Торщащий Из-под платья Хвост Но градуса Удивления Расти уже было некуда Поэтому просто Приняла этот факт Оно было Не для тебя История повторяется Из раза в раз Путешествуя Из одного лагеря В другой Какая история? У тебя всегда Кто-то Откусывает яблоки Я же извинилась Это было Ненарочно Вообще-то Нарочно Значит Буду пытаться Спасти следующий О Сказав это Когда она ловким Беззвучным движением Прыгнула на подоконник И в тот же момент Скрылась Из виду За окном Но окна закрыты Она сквозь окно Прыгнула Или выбила Из стекла Непонятно Но ладно Почему ее слова Звучали Словно мысли Вслух Яблоки Почему мне Вспомнился Семен Или не он Ой Надо всем Рассказать Не поверят же Да и гор На ужин Был Десять минут Назад На пороге Стояла Алиса Но недовольный Взгляд Очевидно Говорил Что со мной Сейчас она Общаться Не хочет В столовой Меня встретила Лена Которая Заняла Мне очередь На выдачу Очередь Была Прямо Перед Женей Которая Похоже Была Не очень Рада Не видеть Лучше Бы Пришла На минуту Позже И заняла Очередь Как положено Честному Человеку Она Моя Подруга И мы Друг Друга Выручаем Даже Если Время От Времени Одна Из Нас Ведет Себя Как Лицемерка Правда Мику Лен Ну Извини Правда Я же Не знала Что Это Так Для Тебя Важно В Следующий Раз Мелодию Наиграть Попрошу Алису Так что Теперь Все Будет В Порядке Честная Правда Разумеется Ты бы Так Со мной Не поступила Ой Он Сидит Один Сиди Тихо И не Мешай Мне Конечно Конечно Можешь На меня Положиться Мы Взяли Подносы И направились К столику За которым Сидел Семен Встав Перед Нем Лена Сразу Стеснительно Ему Улыбнулась Тут Свободно Да Садитесь Спасибо Может Стоит Оставить Их Одних А самой Тихонечку Уйти Под Каким Нибудь Предлогом Почему Нет Лена Как раз Перестанет Злиться На меня На моем Планном Помешала Женя Стоящая За спиной У моей Соседки И я Сяду Тут Больше Некуда И в этот Момент Она поставила Поднос На стол И села Нет Теперь Уходить Точно Не стоит Оставлять Лену За одним Столом С Женей Точно Плохая Идея Хотя Они Вроде Как И ладят Но Сегодня Лена Сама Не своя Конечно Располагайтесь Кажется Он Не в восторге От такой Компании Что Ничего Хоть в линии Не было Сейчас Ничего Необычного Мне было Совсем Не по себе После Всего Что Случилось Со вчерашнего Вечера И до Сегодняшнего Обеда И в этих Размышлениях Никак не могла Сосредоточиться На фруктовом Супе Перед собой И даже Не слышала Разговоров Семена И Жени Что-то Про деревню Мне ведь Это зло И не человеческая Улыбка И этот Странный Смех Точно Не привиделись Сперва Ульяна С ее Шутками Теперь Лена Но Зачем Ей Так Шутить Эй Ты в порядке Вывел Меня Семен Из-за Размышлений Ой Извините Задумалась Просто Сема Ты что-то Спрашивал Просто Я ушла В себе Немного Хотя Обычно Так Не делаю Но Если Не успела Я закончить Как он Взял Свой Поднос И отнеся его К мойке Направился К выходу Кажется Не доел А что-то Случилось Я сказала Что-то не то Ужин Ведь такой вкусный И странно Что Сема Не стал Доедать Он Не странный Не смей Его оскорблять У меня На глазах Лен Я тебя Обидела Я не хотела Никого оскорблять Честно Честно Кажется Мне начинает Рядом С ней Становиться Не по себе Постаравшись Побыстрее Расправиться С ужином Я направилась К выходу Из сталовой Где меня Догнала Лена Я ключ От домика Забыла Вроде Ничего страшного Но мне Показалось Что это Не все Ну ты Видела Наглость Этой Очкастой Надо Ей Так Хамить Семен Ведь Ничего Такого Не Сказал Как Мне Хотелось Снять С нее Эти Очки Раскрошить Ей В суп Я Могу Одолжить Тебе Свой Ключ Больше Ничего Из себя Выдавить Не Смогла Лена Правда Кажется Не Услышала И он Сказал Что Оно На мне Смотрелось Бы Как На Принцессе И Никакая Славя А уж Тем Более Алиса И Рядом Стоять Не Посмеют Хорошо Хорошо Лен Я Тебе Верю Мы Только Вышли На Площадь Как Рядом Прогремел Взрыв Мерзкая Алиса Думает Она Он Купится На ее Провокации Чуть Ли Не Виснет На нем Но Повиси Повиси Все равно Семен Отказался Слушать Твою Блядскую Гитару Это Славя Видите ли Какая Правильная Да Специально Покрасовалась Перед ним В купальнике Сразу Как он Приехал Тянет Тянет К нему Свои Надменные Ручонки Так Забить Бо Ее Собственными Косами Как Плетью Я Уже Действительно Начала Понимать Что Сейчас Находиться Рядом С Леной Не Хочу Лена А зачем Ты мне Все Это Рассказываешь Потому Что Ты Единственная Кого Семен Терпеть Не Может Единственная Кому Я могу Доверять Лена Снова Стала Выглядеть Очень Спокойно Но В ее Глазах Словно Словно Горела Ярость Я даже Не могла Реагировать На то Что Меня Кто-то За что-то Ненавидит Меня Пугала Лена Почему Она Так Сильно Изменялась Вчера Такой Срыв Нельзя Было Списать Даже На то Что Ей Просто Действовал На Нервы Спор Семена С Женей Я Ведь Могу Тебе Доверять Правда Конечно Леночка Мы ведь Подруги Разумеется Подруги И верю Что ты Меня Не Подведешь А я Только Что Вспомнила Утром Просыпала Зубной Порошок Будет Так Нехорошо Если Его Не Окажется Подругой Я Сбегаю В Кваржат И В Домик Спрошу У нее Хорошо Конечно Подруга Увидимся Позже И Кивнув Головой Побежала А Лена Присоединилась К стоящим На площади Уже Что угодно Чтобы не быть Сейчас Со своей Соседкой В одном Месте Не Поспешила В домик Кважатый Причем Была Настолько Погружена В свои Мысли Что Чуть Не Сбрелась Но Кулияну Не Сбила Привет Как Твои Дела Но Я Так Торопилась И Так Была Занята Своими Мыслями Что Оставила Ее И Пошла Дальше Она Выглядела Странно Не Знаю Меня Это Сейчас Мало Волновало Разве Что Краем Уха Услышала Какое Громкое Стрекотание Рядом С ней Но Голова Была Забета Совсем Другим В домике Вожатой Не Оказалось Наверное Она Со всеми Сейчас На Площади Ничего Что Я Вошла Без Спроса Бр Почему Тут Так Холодно На Улице Жилета А Тут Будто Снежная Буря Прошла Странно Холодом Веет Со стороны Шкафа Или Шкафа Блин До сих пор Не знаю Где Правильное Ударение Ставить Может У Ольга Дмитриевна Там Лед Чепуха Откуда Уважатый Лед В шкафу А Может Это Не Шкаф А Холодильник Но Сведу Обычный Шкаф Пойду Посмотрю Ведь Никто Не Будет Против А Будет Или Не Будет Узнаем Уже В следующий Раз Ну И Узнаем Что Там Сегодня На А Там Все Так Что Всем Спасибо За Просмотр И Всем Пока Вернись Ко Мне Моя Мечта Из уголков Пустой Вселенной Верни Мне Жизнь И Согревай Освободи Меня Из Плена